Здравствуйте! Вы смотрите новость в премиусе. С вами Руслан Трофимов и сегодня в нашей программе. Глава администрации Матвея Фурганского района Александр Рудковский ответил на вопросы журналистов. Тема пресс-конференции – предстоящие выборы. После ремонта детско-юношеская спортивная школа стала доступна для людей с ограниченными возможностями и уже намечена проведение спортивного турнира. Предположительно, неисправная проводка стала причиной пожара на улице Восточной. Несчастный случай унес жизнь одного человека. И теперь более подробно. На полях Матвея Фурганского района началась уборка зерновой кукурузы и технических культур. По данным оперативной отчетности на 5 сентября, подсолнечник оболочен на 449 гектар, 2% общей площади, со средней урожайностью 23,3 центнера с гектара. Намолочено 1048 тонн маслосемян. Лен масляничный убран на площади 6862 гектара, 82%, с урожайностью 11,7 центнера с гектара. Лучший результат в СПК «Рассвет» – 16,9 центнера с гектара. Намолочено 8056 тонн семян. Зерновая кукуруза скошена на площади 766 гектаров, 10%, при средней урожайности 25 центнера с гектара. Намолочено 1913 тонн зерна. Рапс убран на площади 359 гектар, 100%, у АО имени Калинина с урожайностью 34,4 центнера с гектара. По Ростовской области подсолнечник убран на 11 тысячах гектаров, из 576 тысяч гектаров, со средней урожайностью 26,3 центнера с гектара. Максимум в Печанокопском районе 35,2 центнера с гектара. Кукуруза скошена с 6,7 тысяч гектаров, общая площадь 218,7 тысяч гектаров, с урожайностью 39,9 центнера с гектара. Лучшая урожайность в Миллеровском районе 58,5 центнера с гектара. Всего по области намолочено 26,6 тысяч тонн зерна. В администрации Матвея Курганского района состоялось очередное планерное совещание. Руководители подразделений доложили о том, какая обстановка сложилась за минувшие две недели. Остается напряженная пожароопасная ситуация. Участились случаи ландшафтных пожаров. В связи с этим Александр Рудковский напомнил, что наказывать нужно владельцев участков, допустивших на своей земле возгорание. Здравоохранение района вступает в период вакцинации населения против гриппа. Привить предстоит 16 тысяч человек, в том числе 13 за счет федеральных средств и 3 тысячи за счет средств работодателей. В ЦРБ запланировано проведение ремонта и замена сантехнического оборудования, что будет способствовать сокращению потерь воды и объемов вывоза ЖБУ. Были также обсуждены вопросы организации полноценного горячего питания детей в школах, для чего будет проведен объезд и опрос учащихся. В связи с предстоящими выборами Александр Рудковский призвал собравшихся сделать все необходимое для их должной организации и успешного проведения. Предстоящим 18 сентября выборам была посвящена пресс-конференция, которую провел для представителей местных СМИ глава администрации Матвея Курганского района Александр Рудковский. Отвечая на вопрос, какими качествами должен обладать депутат сельского поселения, Александр Рудковский отметил, что депутат поселения – это прежде всего проводник проблем и пожеланий жителей своего округа. И здесь у каждого свой подход к работе. Кто-то видит свою деятельность в том, что просто забрасывать письмами, будем говорить, органы тоже исполнительной власти в плане того, что дайте, сделайте, вот мы стучимся и решите этот или иной вопрос. Хотя это тоже порой надо делать. А есть депутаты, которые вот взывали какие-то вопросы на себя и пытаются вот совместно решить. Дело в том, что сегодня вот законодательно определено, что называется местное самоуправление. И поскольку депутаты, они не принимают какие-то законодательные инициативы, ну хотя с инициативой могут выходить на законодательное собрание Ростовской области, они могут в принципе вот вникать в распределение денежных средств. Вот я вам простой пример приведу. Например, на сегодняшний день сельские поселения, как и район собственно, мы глубоко дотационны. Но тем не менее, есть сегодня такая статья, которая называется «Собственные доходы». О чем вот в принципе как бы и губернатор всегда ставит вопрос, что повышать собственные доходы для того, чтобы вот как раз таки и решать вопросы местного значения. То есть вот как раз таки собственные доходы, если собрали там больше, вот как раз таки депутаты и определяют, куда и на что их потратить. Депутатам сельских поселений приходится решать много вопросов и проблем, поэтому среди главных качеств глава выделил сопереживание и неравнодушие. Поэтому очень хочется, чтобы в этот состав пришли молодые инициативные люди. Может быть остались те, которые в этом плане действительно хотят. Я знаю одно, что вот как раз таки мелочей не бывает ни в одном вопросе. Вот те люди, которые приходят сюда, то, что пишут, обращаются. И конечно же очень хочется, потому что по анализу этих вопросов, много вопросов, которые должны решаться как раз таки вот на местах. И мне так хочется, чтобы сформировались команды, вот глава поселения, депутатский корпус, которые бы были неравнодушны, которые бы натягивали эти вопросы на себя и пытались их решать. Чем выше статус депутата, тем более сложные задачи ему подвластны. Например, посодействовать в открытии роддома. Эта проблема очень живо волнует главу администрации района. Президент ставит задачу создавать условия для того, чтобы рождались. Делать программы, второй ребенок, третий ребенок, компенсации, молодые семьи, строим жилье. Родить где? На учет поставить? Ну это же как раз таки вот забота еще сначала взять, на учет поставить, отследить, помочь, порекомендовать. И тогда может быть и патологии не будет. Ну правильно? И вот с этим приходится, ну как бы, в каждодневном работе сталкиваться и решать эти вопросы. Я признаюсь честно, я очень жду от этих, от этой политической, как говорится, политическое событие, больших изменений в лучшую сторону. Почему? Потому что Госдума будет, вот опять же таки, формироваться на профессиональной основе. Это здорово. Вот сегодня у нас Кобзев, допустим, он врач, он говорит, я знаю, что у нас съедает вот эта бюрократия, я хочу в этом плане изменить. Из 18 человек комитета по здравоохранению, 4 когда-то только были, когда-то каким-то образом были связаны со здравоохранением. Ну понятно. Вот. И от тех депутатов, которые сегодня идут, я думаю, что у нас многое изменится, потому что сегодня есть законы, которые надо адаптировать. Сегодня есть законы, которые надо менять, может быть, понимаете, сегодня есть законы, которые требуют, ну, какого-то подхода. И в этом плане, мне кажется, Ситалка все-таки срастется, что придут профессионалы, причем придут профессионалы, которые, допустим, Единая Россия, она же, вы знаете, проводили праймерис, кого из лучших, лучших выбирали. Александр Рудковский считает, что на этих выборах мы будем выбирать не просто депутатов, а по большому счету судьбу России на 5 лет вперед. Эта судьба страны, она будет как бы вот преемственна к тем самым хорошим традициям и историческим, понимаете, и социальным, которые есть. Хотя я скажу, что в принципе, вот я вас так посмотрю назад, сделаю так вот, как бы немножко шагов назад. Вы знаете, я помню, будучи ребенком, родители говорили, мы вот делаем все, чтобы тебе было в жизни легче. Теперь я сам отец, и я делаю все, чтобы моим детям было легче. Но, к сожалению, история, она циклична, и ничего нового не происходит. Посмотрите, что 100 лет назад, что 200 лет назад, что, как бы, кто окружал Россию, кто нападал на Россию, с кем Россия воевала, отношения России, понимаете? И я скажу, за последнее время, я признаюсь это, это трое меня задушу. Я помню 90-е годы, работая в школе, жена в школе, когда одна партия не смогла, и она просто отошла. Других партий было много, но никто не брал на себя ответственность. Страну рвали, продавали, превратили вообще, не знаю, потерялось, наверное, самое главное, какое-то уважение, и мы были уже в такой же время на краю. И я просто молил Бога, что, Господи, дай стране патриота, человека, который любит Россию. Пришел президент Путин. В конце встречи Александр Утковский призвал всех прийти на свои избирательные участки и сделать правильный выбор. И, конечно, не быть равнодушным. Каждый голос важен. Каждый голос важен. И я уже говорил о том, что если есть где-то демократия, то как раз таки она сегодня присутствует, и свобода только в России. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусия». 6 сентября состоялось торжественное открытие Матвея Курганской детско-юношеской спортивной школы после капитального ремонта. Сегодня все мы, преподаватели, учащиеся и родители счастливы, так как есть повод для большой радости. У нас снова новоселье. Еще одним важным достоинством ДЮС США, который успешно возглавляет мастер спорта по борьбе Михаил Лысухин, теперь стала доступность ее посещения людьми с ограниченными возможностями. И это наш ответ вот этим врагам нашего спорта, которые не допустили наших паралимпийцев на Олимпиаду. Но президент в этом плане, он как всегда мудр и сказал, что будут победы, будут призы и примут участие, но уже только у нас. И наша задача создавать условия, как разным группам, мы должны создавать условия, пропаганду здорового образа жизни для всех. И молодежи, и родителей молодежи, и маломобильных групп. И мы это вот сегодня, наверное, это сделали. Я хочу сказать спасибо губернатору, спасибо строителям нашим, которые в общем-то в этом плане сделали качественно в срок, даже раньше срока. И это, наверное, вот есть такие минуты маленького счастья, а из маленького состоит большая наша жизнь. В разных спортивных секциях школы занимаются более 700 юных спортсменов. Теперь тренировки будут проходить в более комфортных условиях. Хотелось бы поблагодарить подрядную организацию «Диволан» в лице директора Козлова Дениса Олеговича за качественно проведенные ремонтные работы. Также хотелось бы поблагодарить индивидуального предпринимателя Ковалевска Андрея Александровича, который подключился и за неделю буквально привел вход, коридорчики в идеальный порядок. Традиционную красную ленточку разрезали глава администрации района Александр Рудковский и представитель общества инвалидов Дмитрий Вакуленко. Дмитрий Вакуленко. Все это является частью программы «Доступная среда», которая на протяжении нескольких лет успешно реализуется в Матвеево-Курганском районе. Галина Запорожцева, Андрей Лунев, телекомпания «Премиумсия». Продолжаем тему «Доступные среды». В Ростовской области проходит региональный этап всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». Профессиональное состязание проводится по нескольким номинациям «Лучшая инклюзивная школа», «Лучшая практика психолого-педагогического сопровождения», «Лучший ресурсный центр по инклюзивному образованию» и «Лучшие практики профориентационной работы в инклюзивной школе». Региональный этап конкурса проходит в заочной форме. Компетентное жюри оценивает материалы, предоставленные конкурсантами. Как отмечают члены жюри, учитываться будут многие факторы – имеющиеся оборудование, дидактические материалы, компетентность работников учреждения. Итоги регионального этапа будут подведены 9 сентября. Четверо представителей школ-победителей отправятся в Москву, чтобы принять участие в финале. «Совместное обучение детей с особыми потребностями и здоровых ребят формирует позитивное отношение к проблеме инвалидности с самого раннего детства», отмечает министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина. Она отметила важность развития этого направления программы «Доступная среда». Каждый донской школьник должен учиться в комфортных условиях. На сегодняшний день 20% донских школ адаптированы для инклюзивного образования. В пятницу 2 сентября в парке Матвеева Кургана состоялся митинг «Трагедия Беслана». Митинг был посвящен памяти погибшим в результате теракта 1 сентября 2004 года детям, учителям и бойцам отряда специального назначения. Обучающиеся второй школы подготовили сценарий митинга. Они рассказали историю трагедии, которая спустя 12 лет не забыта. В мероприятии также приняли участие ребята из 1 и 3 школ райцентра. Все присутствующие зажгли свечи, почтили память погибших минутой молчания. А потом дети выпустили в небо белые шары. В память о тех, кто в результате бесчеловечного нападения боевиков навсегда остался в школе номер 1 Беслана. Во вторник Матвееву Кургане на улице Восточной произошел пожар. На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Хозяева дома по улице Восточной номер 16, мать и два ее взрослых сына находились в домовладении. Женщине и младшему сыну удалось спастись. Старший же вернулся в горящий дом за документами. Оттуда он уже не вышел. Его пытались спасти соседи. Окно разбили, звали его, а он не понимал. Соседи побывали. Мы увидели, что соседи побежали и кричали. Выскочили, да. И все, он потом резко замолчал. И уже там было дыма, возгорание. Все уже просто горело очень сильно. А пожарных не было. Все имущество сгорело дотла. Жилье восстановлению не подлежит. Специалисты причину возгорания пока не называют. Предположительно, пожар мог возникнуть из-за неисправной проводки. Говорят, проводка там быстро. По крайней мере, они были в доме, ничего не горело, не было запаха. Ничего не было. А потом как-то все быстро очень. Потому что мы даже когда выбежали и стали звонить, просто был дым-дым, а потом все уже прям как бумага. В этот же день пожарные тушили возгорание сухой растительности в районе улицы Агрономической. К счастью, огонь не успел перекинуться на жилые постройки. Галина Запорожцева, Руслан Трофимов, телекомпания «Премиусия». Это пока вся информация. Эти и другие новости вы сможете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего настроения.